Так, 1 минута 19, сегодня на 4 минуты чуть-чуть позже, но еще начинаем. Общая ситуация на рыночке, которая существует, в целом мир смотрится Китай. Честно говоря, Китай вчера дал отличный минус на 5%. Сегодня тоже было стоило с 95%, но на текущий момент Китай возвращается в ноль. Какие там проблемы? Межбанк резко увеличилась ставка, ликвидности вроде как не хватает на этих слухах. Инвесторы стали выводить деньги, стали уходить из китайских бумаг. В целом, я так считаю, что это такая достаточно операция была проведена, не знаю, кем-то из инвесторов. Мне кажется, это больше маркетинговый ход, чем все остальное. Ну, посмотрим. Ну, как говорил Белиди Папанов, раньше сядем, раньше выйдем. Вполне возможно, то есть... Немножко мы отдали возможность в рынку уйти из краев развитых стран, то есть Америки, Англии, Франции, Германии. Ну, и вполне возможно, сейчас будет немножко такой эффект успокоения. В принципе, в целом мне этот... Ну, больше всего мне нравится, как реагирует на эту машину. Итак, поехали. Так, что у нас смотрим, значит, быстренько Китай. Китай у нас 0,25, Шанхай 0,19. С минус 5, выкуп, ну, вообще великолепно. Просто аплодирую. Тут же мы видим следующее. Тут же мы видим, что фьючерс на Америку, который был минус нам 3%, еще там, что 8 утра в 9, сейчас прибавляют по 0,5%. Тут же евродовар вышел в душе 1,33 и тут же нефть выскочила на уровне 101. Но, самое интересное, это наш рынок. Значит, сейчас выкинь кооперативно по срочному рынку. Мы нашли мы до лоу 121 тысячи по срочному рынку, отскакиваем наверх. Все предпосылки есть, что будет типа 127 тысяч. Цель 200 гривен на среднем. По часовочке и по торговле такой период. 127 300, 127 700. В целом, на текущий момент лучше покупать. Если иногда что-то поменяется, всегда есть стопы. Сейчас, без такого работы, я вообще не понимаю. А теперь смотрим на МББ. Вчера день читается падали и падали очень-очень сильно. Чем же у нас все завершилось? У нас завершилось, в принципе, практически ничем. Ну, мы будем считать ни вашим, ни нашим. Общее равновесие. Под крышным названием DOSH. YouTube поищите, может быть, и издать DOSH. Ну, в общем, будете смеяться. Так, под души посмейтесь, если будет время поискать. В целом, мы видим, что ничего плохого нет. Рынок не отреагировал. Самое интересное, что нефтегазовый сектор. Часть бумаг нефтегазового сектора такая, как у вас нефти. А также энергетический сектор закрылся еще и в пульсах. Это большой-большой плюс. Малансы вообще никак не отреагировали. Сегодня, даже с утра, когда еще такого сильного выкупа на китайском рынке не было, мы сразу откились вверх. Просто аплодируем. Все предпосылки того, чтобы уйти, немножко выровнять ситуацию и улучшить добыков, теперь движение по ним до собой в 1322 пункта. Ну, дальше мы помним, да, там, забор на заборе у нас идет. То есть, чтобы преодолеть, у нас получается, чтобы преодолеть 1330, Супрак, и мы здесь вот поехали. Ну, это достаточно нужен сильный информационный фон. Вполне возможно, этот фон будет. По крайней мере, все предпосылки есть. Если Китай дал возможность, если мы где-то амблифицировать прибыль, естественно, что на рынке появились деньги, будем думать. Еще один плюс, на мой взгляд, цифру не подтверждает, но все-таки, если деньги из Китая уходят, куда они могут идти, они могут идти либо на американском рынке, то есть на рынке развитых стран, либо немножко посмотреть, что там появится на других развивающихся рынках. А на других развивающихся рынках, то есть на рынках своих, то следующее. Пока мы не уйдем ниже 1240, точнее за шкал, 1220-1200, пока никто бояться не будет. У всех начинаем думать о том, что, в принципе, с этих уровней уже выкупали. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мы переходим к этому уровню. С точки зрения логики инвестирования в бумаги, если взять людей в директивные деньги, которые работают по каналам, потенциально возможно, что они начинают заходить. С подтверждением будет это повышение объемов. Пока их мы не видим. Как только будет повышение объемов, и, кстати, мой друг, но не коллега, а аналитик, мне позвонил и скажет, что по его, будем считать, нилечко, по всем пониманиям, я вам сразу сообщу. То есть я его знаю очень давно, и информация в целом и по государю. Ну, просто надо видеть лучше, чем я. И чувствовать лучше, чем я. Так, теперь следующее. 1300 мы украли 100 млн. Но, блин, достаточно протяженоватый, но давайте протяжемся по секторам. Какой интерес у нас по секторам? Мы обратили внимание, у нас идеи были по нефтегазовому сектору, точечной бумаги. В частности, я выбрал «Роснефть» и «Лукоил». «Лукоил» я получил по «Лукоилу», а «Роснефть» перекрывает все, что можно. Молодец, бумага, но это мы еще вернемся отдельно по бумагам. Пока мы видим, что сильная, достаточно такая ситуация на нефтегазовом секторе. Мы не берем «Газпром», потому что, по-моему, такой бумаги для инвесторов вообще не существует на рынке. Поэтому, с точки зрения «Газпрома», давайте попробуем забыть, как она пишется, услышится, пока не снимут господина Миллера. Так. Все-таки, если они отвечают об ответственности, ответственность – слово «ответственность», а вот не пусть тогда отвечает. Это понятие такое, мы берем на себя ответственность, а то, чего они берут, где они берут, где это лежит, с чем это идеально, вообще никто не понимает. Так, ну ладно, все, поехали, интеграторы посмотрим, посмотрим по бумагам точечно. Следующий сектор, который интересовал нас на прошлой неделе, мы заходили в пятницу, это бумаги энергетического сектора ФСК, «Энтерао», «Росетия», «Росетия» и другие. По портфелям у нас по портфелю получается у нас следующее, то есть «Росгибра ФСК», «Энтерао», «Росетия», при этом «Энтерао» уже по 12.90 сегодня с утра зафиксировал, принес плюс 7,5%, и это очень-очень радует. Это где-то плюс 0,3, не где-то, а точно плюс 0,3% на весь портфель. Ну, в общем, что я могу сказать, просто здорово. То есть мы недаром потратили время на этот анализ, и те «Роски», которые мы пытались взрослить на эту неделю, они дают сходы очень даже неплохо. Осталось только собрать урожай. Так. Следующий интерес возникает быстренько по сектору. Прям, значит, потребительский сектор, который не экральный, ни вашим, ни нашим. То есть по магниту и дикси мы ещё вернёмся, и когда будем рассматривать бумаги. Теперь следующий интересный сектор – это финансовый. Лежит сектор. Не хватает, конечно, этому сектору бумаг таких, как Сбербан. Пока бумага слабая, но в бумага мы ещё вернёмся. Следующий интерес возникает телекоммуникационный сектор – Ростелеком. Интерес следующий по Ростелекому, чтобы так особо далеко не ходить. Значит, мы вернёмся к этой информации более подробно. Будет Ростелеком. Итак, для затравки. Металлурги. Металлурги пытаются жить, но пока только по уникалям. Итак, поехали конкретно по бумагам. Газпром. Смотрим только длинные графики. Любители Газпрома… Вот месяц, что он делает? Он говорит, что инвесторам Газпром просто вообще не нужен. Они просто… Кстати, если взять новостной фон по западным информагентам, если раньше постоянно звучало Газпром, 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 в основном одни скандалы и футбол. Поэтому практически… Мне интересно данная бумага. А живёт? Посмотрим. Пусть сначала поведёт себя достойно. Потом мы уже с ней подружимся. А пока это нам не друг. Рост нефти проходит на уровень 200… Самый тяжёлый уровень рост нефти – это достаточно такой сильный 5-процентный диапазон 220-230. Пытается уйти больше 230, потому что дальше у неё зелёный коридор где-то на уровень 200… Ну, плюс-минус процент. Сейчас мы посмотрим более длинный график. Это для спекулянтов. Для длинных денег упирать на душепривное среднее в настроении инвесторов долгосрочных на длинном графике – ничего страшного. Я думаю, что… Идеальный вариант для рост нефти – это практически… Ну, вот на мой взгляд. Выйти на уровень 230, и там пару-тройку дней протоптаться с выходом наверх. Тогда выход может быть ещё сильный, но уровень 240-245. Нет, самое нормально хорошее. Второе – не забываем. Владимир Владимирович Путин, и, считайте, все руководства нашей страны, а также остальные чиновники крупные, и АВС нефти, включая также и нашим друзьям китайцев. Это хорошо. Промоционный фонд хороший. Лукуэл. Лукуэл пока 1800. Напомним историю, что была такая ситуация, что когда рынок входил 1800, сам уровень очень… было видно, что на уровне 1800 был покупатель. На текущий момент пока он не присутствует. Бумага… Ну, ни слабая, ни сильная. В целом она никакая. Ширки волки на отдельных масштабах. То есть, если это не слабо, там плюс не достаточный процент. Именно 10-15 и дальше будет тяжеловато соскать. Но, в любом случае, за бумагой Семилин, но и большой плюс – это частная компания, и ваджит Оликперов в целом постоянно даже информационный фонд поддерживает данную бумагу. На Матэк дошли, они до своей цели ищут в районе 350 рублей. Не знаю, будут пугаться, не будут, потому что они дошли до достаточно сильного уровня, где народ видит фиксироваться. И мы видим, что пока такой элемент небольшой, я думаю, процентов 15-20 начинает фиксировать. Но чуть-чуть неактивно. Отмечет. Отмечет аплодирует. Возможен потенциальный обыстрел в точке зрения этих штрафов. Отменяем. Пока на покупку, потенциально возможно обыстрел до уровня где-то, в чем еще есть, в городе 194-195 рублей. Посмотрим на данную бумагу. Будем следить. Пока, к сожалению, значит, по рискам у меня 2.7, ничего не могу пока по рискам сделать. А, нет. Вру. Вот это закрылось, объема нету. То есть 2.36 по рискам, но появилась у нас новая бумага с портфелем, но еще на нее посмотрим. Значит, следующее побежал. То есть, татнефть потенциально возможен быстрым. Именно импульс. В татнефть бумага достаточно такая очень резкая, стопчик ниже 180. Для более агрессивных стопчик ниже 180. стопчик ниже 180 будет так. Распадка. Любой игре, пока нет. Распадку смотрим только в длинные графики. В целом, по распадке многие считают распадку достаточно дорогой, дорогой бумагой. в случае с недельного масштаба. Шесть недель мы падаем, и никакого просветления нет. Единственное, что можно рассматривать бумагу только на отскок. Но давайте посмотрим, когда люди прекратят бояться покупать на хаях. Это будет первый признак того, что народ не стал бояться. Собака фига, собычка стандарт 24-25. Выход никак не может выйти бумага на уровень, преодолеть какой-то какой-то уровень по... Нормально. Не может, кстати, преодолеть уровень, но мы понимаем, да, то есть бумага находится под коррективом. Тяжело, тяжело. Сначала надо поменять настроение вестров, потом только будет меняться фонд. Потенциально возможен выстрел, инкульс на 2,8% для спекулянтов по судьбе, с тебя с префом. В целом, если сравнить обычную префу, видим, да, угол наклона по префу достаточно интересный. То есть настроение вестров больше покупать префы, чем обычную. Но для обычной ситуации тоже для длинных денег интересно. То есть они бегли и продавать не хотят, покупать не хотят, определенное равновесие. Но откуда-то надо выходить. Обычную, надо обратить внимание, что обычную префу на всех вот эти волатильность мировых рынков в Китае и все остальное, все события, как-то вообще, смотрелся достаточно так стабильно. По стабильности на кресла. ГЭСОМ нефть 115 болтается, напоминаю, бумаг очень мало на рынке. Нечего, ну да, был его информационный фонд по поводу выкупа, но и все. Пока сдулся. В любом случае, ГЭСОМ нефть начал на своем инвесторе. Железячный сектор, никель, пытается опять выйти на уровень выше 1400, 4500 рублей, достаточно неплохо. ГЭСОМ нефть 1400, 4700. Очень много, есть бумага Норникеля. Достаточно отличный пакет 10% от портфеля. Ну, пока она дает плюс 2%, но все-таки хотелось бы где-то видеть плюс 8%, то есть 4760. Вот. Пока болтается, стоп я не переносил наверх, чтобы минимизировать риск. Пока просто слежу, чтобы не попасть в волокинник. Потому, что риск был расчетов заранее, и он был абсолютно для меня комфортный. Рис на сделку при моделировании данного портфеля в данной ситуации составляет конкретно на позицию на риск анонимителя минус 0,27% на человека. Там неплохо. Так. Следующий Вралкарий. Ну, опять вспомним, на ситуацию Вралкарий 217 рублей там какая-то сделочка. Ну, в общем, никакой. Мне нравится то, что он ушел из этого коридора. Вот это как-то смущает. И мы вам аналогично смотрим сколько длинные графики. Вот. Другая справа, чем на распадке мы видим. Пытается бумага сопротивляться, не удается ей, но в любом случае мы видим какое-то сопротивление. Интерес возникли выше 45 рублей. Работа только на сколько бумага слабая, предупреждаю. Сбербанк тоже бумага слабая. Значит, по Сбербанку интересная ситуация. Ее видят. Сбербанк видит на уровне один из просто таких домов на уровне 82 рубля. То есть это движение по обычке. Ну, не знаю. Не знаю. Пока банковский сектор видим, да, что бумага обычная слабая и интереса пока у покупателей нет. Трефы тоже слабая, интереса пока нет. В общем, эти бумаги пока бы не лезли. ВТБ. ВТБ у нас достаточно интересная ситуация. ВТБ лежит ВТБ в этом диапазоне. Это уже недельный масштаб. Раз, да, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недель. Это практически больница. Болтайя тут остается в 18. Выход будет. Еще раз повторяю, что мне большинство инвесторов не увидят на виде бумаги, но это только психологически. Так, теперь вернемся к ВТБ 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 Росгидро Мы видели, да, принцип успокоенения и выход показывает желание покупать присутствовало. Ну, в целом, поэтому мы и брали. Картинка Росгидро ФСК интервал практически одинаково. Интервал может закрыть, потенциальный рост на него, на плюс 90, может быть, будем перезаходить. Пока мы зафиксировали прибыль, положили в карман, отдыхая. Будем снижать ситуацию по данной бумаге. Росгидро Тоже, пока ничего по бумаге нет, такого движения, как было на Интеррао. Пока прибавляется 2,5. Мы берем эти бумаги на Росгидро и Росгидро Текущая при 2,5%. Хотелось бы взять процентов 8. ФСК болтало, пока вышли на уровень покупки. А, еще немножко пороснее в 3,5%. Цель у меня 238, надеюсь, на выносный газ. Теперь следующее. Аэрофлот не может никак, Артур, ну никак не может преодолеть вот этот 55 уровень, и там самое главное закрепиться. все упираются именно, чтобы там закрепиться, закрепиться. Это как скалолаз, закрепился, потом дальше. Пока не дается, пока есть сопротивление на этом уровне, оно обоснованное с точки зрения технических аналитиков. информационный фонд по аэрофлотам. Ну вообще без вопросов все хорошо. Я плохого не нашел. Специально искал. Так, что у нас интересует такой бумаги, рост телеком. Значит, телеком, я думаю, что на этой неделе народ будет потратить руку мутно-бруду, напоминая общую историю. Ну, первое, на основе на статье я не помню, владелец Marshall Capital Константин Малафиев может продать свою долю, но покупателей пока нет. На собрании тех, кто предоставил против решения, выкуп объявлен был 136 рублей. 27 марта это состоялось. А Ростелеком попытался, будем считать, было ли нет или нет того, что какой-то спекулятивной составляющей, но ничего не произошло. Вытащить бумагу к тем уровням не получилось, поэтому потихоньку сползли. Ушли на ниже 100 рублей, но следующая информационная составляющая. В начале года Михаил Прохоров также выражался интерес по отношению к Ростелекомову пакету Константина Малафиева, но пока просто выражал интерес. 26 июня состоится собрание акционеров. Возможно какие-то телодвижения, какие-то решения. посмотрим, где решение для себя поставить рыбку в нужном пруду. Риск на сделку на 95% на портфель, я уже в позиции. Посмотрим. В любом случае, если взять именно сам сектор, попытка на недельном масштабе попытка ожить. есть. То есть, в целом, и у рынка попытка ожить, я думаю, что интеллигационный сектор в стороне не останется. Так, все мы посмотрели, везде мы пробежались. Вопросы? Вопросы? Вопросов пока нету. Вопросов нету? Так, это же, это все жестко. Да, Артур, это пока это отскок, но еще раз говорю, по аэрофлоту картина вообще абсолютно другая. Сейчас аэрофлоту рынок рядом практически не ходят. Все эмоциональные хвосты, по аэрофлоту, это исключительно эмоциональные хвосты, поэтому вопросы в целом тенденция. Давайте еще раз вернемся. первоначально осмотрим дневные деньги, да? Дневные деньги, и что у нас получается? 5 месяцев падает, как только капитал идет, под нам ничего интересного. Я говорю, единственное, что притягивает, притягивает, еще раз вот специально нарисую, да? Уровень 1240, пусть будет, сейчас 1300, в принципе, плюс-минус недалеко. выкупали, выкупали, вот здесь выкупали, вот здесь, выкупали, вот, здесь, и большинство надеется, что будут выкупать здесь. В принципе, неплохая база для принятия таких, долгосрочных решений, страшно будет, когда будем ходить ниже 1200. До этого, тем, кто сейчас выкидывает бумаги или по индексам или точечная, страшно точно не будет пока. Я думаю, что основа принятия какого-то решения и обсуждения с инвесторами данной идеи, я думаю, она присутствует. Так, теперь давайте перейдем в более такой масштаб недели, что мы видим. Волотильность у нас была попытка на последние недели, вот сейчас мы еще более внимательно посмотрим, то есть смотрим только вот это пусто. Была попытка уйти вниз, выкупили, попытка уйти вверх, зафиксировали, было ли в нашем, не в нашем. На информационном фоне ушли вниз, попытка выкупить, опять попытка вниз выкупить, попытка опять храниться, как бы не смогли. В любом случае мы видим определенное сопротивление. Не просто, будем считать, как в стадо ведут забои, а есть какое-то определенное сопротивление. Да, силенок обоков мало, но попытки существуют. Отсюда делаем следующий вывод. Да, это отскок. Никаких изменений по длинным деньгам пока нет. Реально это отскок. Дают дыни, бьют дыки. Вы слышали, наверное, в торговлях. Ну, в большинстве, видите, для характера. Ну, все равно, наверное, вот такой вывод можно сделать. Пока идем против тренда. В общем, на нашем рынке. Так, еще вопросы есть? Так, все обсудили, все обсудили. Мы практически, достаточно неплохо бы пробежались. Так, ну, все. Всем до свидания тогда. До завтра в 16.00 напоминаю вебинар Елены Белеевой. Приходите. Все. Всех благ и удачной охоты. Не забывайте размер позиций и риф. Удачи. Продолжение следует.